на канал язык от поступил такой вопрос почему всеведущий господь удивлялся вере некоторых людей но сразу можно процитировать евангелие такой пример исцеления слуги сотника евангелие от луки 7 глава услышав сие иисус удивился ему и обратившись сказал идущему за ним народу речь идет о сотнике сказываю вам что в израиле я не нашел такой веры господь удивился ну во первых надо сказать что господь имел честную плоть и во всем был как мы кроме греха мог скорбеть он мог плакать мог переживать он имел разные человеческие эмоции хорошие добрые и то удивление которое мы читаем она тоже было особенное божественное удивление не потому что он что-то не знал что-то было недоступно ведь господь сердцеведец он знал мысли людей видел наперед что будет но этим удивлением он отметил веру этого человека перед другими людьми этим удивлением он порадовался вере того человека который обратился к нему с искренней верой этим удивлением господь отметил для нас вами что без веры и невозможно никакая помощь божия нашей жизни все делается по вере по вере вашей говорит господь и будет вам если мы молимся и не верим в то что мы просим у бога будет наш молитв плодотворный надо прося что-то у бога надо верить что господь и услышит и выполнит выполнит да все бывает по воле божией но все же нужно быть уверенным что прося чего-либо доброе обязательно получим получим может быть и так как мы хотим получим так как полезно так как нужно так как спасительно если мы хотим что-нибудь сделать другому человеку доброе дело если это не по вере а просто по-человечески то здесь не будет никакого удивления это будет уровень человеческий если мы сделаем что-то другому человеку по вере во христа вот это будет спасительным это будет для нас вам духовно полезным и это будет удивительным именно говоря о том удивление которое было у христа о божественном удивлении то есть господь выделит такую веру господь обязательно отметить такую веру и она будет плодоносной она будет необходимой если мы вообще любое дело какое мы делаем нашей жизни даже наши обычные рабочие дела делаем забыв о христе не ради бога может быть по тщеславию или по необходимости или еще по каким-то причинам здесь нет ничего удивительного здесь все человеческий уровень а зачастую еще и греховные но если мы будем делать что-то ради христа по вере вот это опять же будет удивительным потому что господь выделит опять же такую веру тогда даже самое простое дело которое мы делаем на работе она будет на воспасении потому что что-то делая ради христа по вере во христа мы обязательно получим помощь божию господь не откажет нам этой помощи он будет ряду с нами всегда это тоже будет удивительным и всегда радостным для нас с вами внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео